Аммуниция Нагрудник имеется Здесь, как мы видим, что бойцы без решетки, без нагрудников Ну и по правилам, что можно сказать По правилам в армейском рукопашном бое он более травматичный вид спорта Там, несмотря на то, что есть решетка, там разрешено добивать лежачего соперника Что здесь нельзя делать Также там разрешены удары по ногам, лоу-кики Здесь запрещены данные удары Ну вот, как бы основные отличия В возрастной категории моложе 18 лет спортсмены соперничали в четырех подгруппах В каждой из них от 9 до 12 весовых И самыми эмоциональными получились поединки с участием именно юных спортсменов Здесь не только они сами довольно горячо реагировали на оценки арбитров Добавляли жару в большей степени родители Однако беспристрастное судейство расставило всех на свои места Правила очень интересные Соперники также были сильные Особенно яркий получился финал Я очень рад победе Я, во-первых, разозлился и начал проводить удары, больше ударов руками И за счет этого выиграл бой Так в категории «Дети» третье общекомандное место заняли Дю США номер 30 Второе у ребят из авторской школы единоборств «Шторм» Александра Шлеменко И с разницей всего в два очка победу одержали парни из клуба «Десантник» Юноши, выяснив, чья команда сильнее, уступили ковры мужчинам старше 18 лет И здесь медали разыграли в девяти весах С особым интересом болельщики наблюдали за поединками с участием ведущих омских спортсменов Серебряного призера первенства мира Владислава Горбачева и победителя первенства России Артема Нужнова Последник, к слову, уже в сентябре будет сражаться за медали чемпионата мира по этой же версии рукопашного боя в Молдавии Они с каждым годом растет уровень этого турнира и других У нас вообще в Омске самые сильные бойцы-спортсмены Спортивный режим соблюдать, тренировки не прогулять, каждый день тренироваться и все получится Показали достойные поединки и остальные Уровень спортсменов заметно вырос даже по сравнению с прошлым годом, утверждают организаторы состязаний В области единоборства сейчас переживают пик популярности, а в честной борьбе и рождаются мастера Вид очень универсальный Его специфичность, связанная с приближенностью к силовым структурам, да, это тоже понятно Это, так скажем, специфика определенная, но она необходима для того, чтобы готовить людей, готовить ребят в службе И те успехи, которые есть у Федерации рукопашного боя, они очевидны И то, что у нас ребята отбираются на соревнования высокого и международного уровня, это очень похвально, очень здорово По итогам турнира в общекомандном зачете третье место заняли спортсмены Центра имени Героя России Олега Охременко Второе у клуба «Десантник» и чемпионами признаны рукопашники Танкового инженерного института Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!